Приветствую вас на моем канале. Было видео по данной версии электронной нагрузки, корпус на 3D принтере, тут энкодер, радиатор, на нем сверху вентилятор в идеале и подключается дисплей 16.02. В чем ее особенность? В том, что там 14-битный ЦАП и довольно скоростной. Выполнена на базе ШИМ микроконтроллера от Mega8. Из-за того, что от Mega328P у меня микроконтроллеров пока что нет, сделано было на от Mega8 и была реализована только одна функция, это электронная нагрузка. Но тут мне понадобилось протестировать некоторое количество литий-ионных аккумуляторов и пришлось дописывать прошивку, чтобы было и тестирование аккумуляторов тоже. Из-за маленького размера памяти контроллера пришлось разбить прошивку на две части. Первая это калибровка амперметра, который я показывал в предыдущем видео по этой нагрузке и калибровка таймера. И вторая прошивка это уже рабочая прошивка, где используются коэффициенты полученные в результате калибровки и мы работаем в виде электронной нагрузки, либо в виде тестера для аккумуляторов. В нагрузках, которые я ранее показывал на канале, функция тестирования аккумуляторов была реализована жестко, то есть там был выбор литий-ионный, допустим, аккумулятор и свинцовый аккумулятор. И заранее заданное значение нижнего порога напряжения. Для литий-ионов, допустим, там 3,2 вольт и изменить это значение мы не могли. Можно было установить только ток разряда, которым тестировался аккумулятор. Что делало невозможно, к примеру, тестировать там пальчиковые аккумуляторы, либо не знаю, какие еще есть литий. В общем, другие типы, у которых другое напряжение окончания разряда. И в данной конструкции я решил сделать маленько по-другому. Во-первых, это мне упростило написание прошивки, то есть программа попроще. Во-вторых, сделало устройство более универсальным. Давайте посмотрим, как это работает. От внешнего источника подаем питание. Там 10, 12, 15 вольт. Ну, где-то 10-12 оптимальное значение. Загорается дисплей и сразу у нас режим электронной нагрузки. Его я показывал, то есть энкодером можем выставлять требуемый ток и будет такой же течь через нагрузку. Давайте подключим. Так, что мне нужно напряжение? Ну, скажем, 4,5 вольта пусть будет. Подключаю к входу нагрузки и вот таким образом видим. Очень быстро происходит набор требуемого тока и при этом с очень большим разрешением. Выше 14 бит я уже просто решил не делать разрешение и так нормально. Итак, нажатием коротким на энкодер мы можем изменять теперь ток по 1 мА. Щелчок, видимо, 1 мА. 12, 13, 14 и так далее. Еще раз щелчок и опять по 100 мА. Это у нас обычная электронная нагрузка. Теперь для тестирования аккумуляторов. Нужно нажать на кнопку энкодера и удерживать более 1 секунды. Раз, два. Отпускаем и переходим в режим тестирования аккумуляторов. Основное отличие в том, что теперь нет выбора аккумуляторов. Там литионы, свинцовые и так далее. А есть просто выбор нижнего порога напряжения, при котором произойдет завершение тестирования. То есть вот battery low указать нижний порог напряжения. И энкодером мы можем крутить, задавать какое напряжение хотим выставить. Для литионного аккумулятора, к примеру, я поставил 3,2 вольта. Для свинцового аккумулятора, если есть необходимость, там ставим, к примеру, 10,5. О, прикольно. А вот этот баг я не замечал. Свинцовый аккумулятор не тестировал. Выше 8 вольт почему-то не получается поднять. Надо посмотреть и справить. Ну ладно, не суть. Ставим 3,2 вольта. К примеру. Нажимаем на кнопку энкодера. Следующий пункт это ток тестирования. Соответственно, выставляем, ну, к примеру, 1,5 ампера. Снова нажимаем на кнопку и уже запускается тестирование. Показывает текущий ток, текущее напряжение на аккумуляторе, текущая емкость и время в часах. И вот я производил измерение емкости некоторого количества литий-ионных аккумуляторов. Чтобы каждый раз заново не настраивать параметры, когда мы вот настроили напряжение, настроили ток, нажали на кнопку энкодера, перешли в тест, то те настройки у нас сохранились в EEPROM. И каждый раз при включении питания, либо при следующем тесте, вот допустим нажал Enter, завершилось измерение. Мы можем выполнять какие-то другие действия. Но если я снова зайду в режим тестирования аккумуляторов, то те параметры, которые были, они опять подгрузятся. Последние параметры, которые мы задавали. Считаю, что это очень удобно. Напряжение тока у нас задается шагом 100 мВ и 100 мА соответственно. Для возврата в режим электронной нагрузки можем также удерживать кнопку энкодера более 1 секунды. Раз, два. Вернулись в режим электронной нагрузки. А, ну и собственно основное, в чем проблема-то? Почему я сразу этого не сделал? Проблема в том, что у меня плата выполнена без кварцевого резонатора. То есть для тактирования контроллера используется внутренний RC-генератор, который, во-первых, не слишком стабильный, зависит от напряжения питания, от температуры и прочих параметров. Кроме того, я его программно разгоняю, чтобы получить более высокую частоту шим-сигнала. И в таком случае, настоящая частота тактирования контроллера неизвестна вообще. Ее необходимо именно измерять. А для измерения емкости аккумуляторов нам нужно измерять временные интервалы. Сколько времени длится процесс разряда заданным током. И поскольку тактирование мне неизвестно, я не могу с допустимой точностью вычислить какие-то временные интервалы. Поэтому я и отказался в тот раз от внедрения данной функции. Но теперь все-таки решил ее добавить и для этого в процедуру калибровки введена еще одна функция. Это процедура настройки коэффициента для частоты прерываний. В общем виде как-то работает. Я покажу в протеусе в симуляции, чтобы не перезаписывать прошивку. Настроили коэффициенты, они сохранились в EEPROM и далее мы их спокойно используем. Таким образом получаем достаточную точность измерения временных интервалов. И теперь мы можем спокойно измерять емкость аккумуляторов. Чтобы не перепрошивать, покажу маленькую прошивку калибровки в протеусе. Эта схема совсем другая из другого проекта, просто взята для симуляции. Смотрим именно на дисплей. То есть прошили прошивку, которая отвечает за калибровку. И здесь у нас вот такое меню. Это калибровка амперметра, либо калибровка времени. Нажатием на кнопку энкодера мы можем переключать между этими режимами. Выбрали, удерживаем кнопку нажатой более одной секунды. И видим вот такое вот отображение. Здесь в первой строке у нас время в секундах. В нижней строке наш коэффициент, который мы и настраиваем. С помощью вращения энкодера увеличиваем, либо уменьшаем это значение. То есть смысл в чем? Вот сюда зашли, засекаем. Берем секундомеры талонные, на компьютере или в часах. И нажимаем кнопку Enter на кнопку энкодера. Нажали сброс времени и засекаем время. Сравниваем сколько здесь прошло, допустим за минуту, за 30 секунд. Сначала, когда грубо, если у вас сильно отстает, то можно там 10 секунд 30 взять. Засекаем здесь, когда дойдет до 30. И по часам смотрим, как дойдет до 30 секунд. Если здесь натикало меньше времени, то этот коэффициент нам нужно уменьшить. Вращаем ручку энкодера в одну сторону. Если же здесь натикало больше времени, то этот коэффициент нам нужно увеличить. Прошло у нас, допустим, по реальным часам 30 секунд, а здесь показывает 43. Значит, увеличиваем этот коэффициент, покрутили ручку энкодера, снова нажимаем на кнопку энкодера, сброс, снова засекаем там 30, 10, ну кому как надо, секунд. И таким образом добиваемся, чтобы у нас было точное совпадение времени, показанного на дисплее в секундах и времени, отмеренных по эталонному прибору. И добиваемся точности, чтобы хотя бы за 30 секунд у нас отклонение было минимальным. Если вам нужно прям точность еще выше, то ждем там одну минуту, две минуты, ну сколько вам надо. Но сомневаюсь, что в этом есть необходимость, потому что встроенный РЦ генератор все-таки не такой стабильный, он зависит и от напряжения питания. Ладно, это у нас не меняется, ставим его, он зависит от температуры. У нас радиатор нагревает корпус, может быть еще там что-то. В общем, абсолютной стабильности тактового генератора мы получить не можем. Но лично, на мой взгляд, такой калибровкой мы получаем достаточную точность для измерения емкости аккумуляторов. Итак, настроили. Время установили нужный коэффициент. Удерживаем кнопку энкодера опять же более одной секунды. И выходим из режима программирования. Возвращаемся в меню и при этом сохраняется наш настроенный коэффициент в энергонезависимую память. Еще раз напоминаю, не забываем поставить галочку во фьюзок защиты EEPROM от стирания при перезаписи. Готово. Заливаем рабочую прошивку и уже настроенные нами коэффициенты для амперметра и для времени читаются из EEPROM и позволяют корректно производить работу с прибором. Программа калибровки. Кратенько инициализируемся. Включаем. В основное все то же самое, что и было. EEPROM. Здесь еще есть одна процедура записи. В EEPROM я записываю две перемены с плавающей точкой. Это у нас напряжение окончания разряда аккумулятора и ток разряда при тестировании аккумулятора. То есть по умолчанию в этой прошивке я их сбрасываю на значение 3,2 вольта для литий-ионного аккумулятора и 1 ампер. Потому что если вы взяли новый контроллер, то значения в этих ячеек EEPROM могут быть там либо произвольные, либо максимальные. В общем ничего хорошего вы не получите. Поэтому записываем в них некоторое известное нам значение. Далее. Операции по работе с кнопкой с энкодером. Менюшка там и переходим либо в режим калибровки тока, либо в режим калибровки таймера. На дисплее вывод у нас соответственно это только то, что касается меню. То есть галочка у нас бегает либо на АЦП, либо на таймер. Энкодер тоже все в общем-то то же самое. Мелкие изменения. Эти функции не применяются. И вот здесь вот кнопками короткое нажатие и удержание более 1 секунды мы бегаем по менюшкам. Далее. Калибровка амперметра я не изменял. Показывал в ранних видео по этой нагрузке. Калибровка времени. Здесь тоже все просто. И задали некоторый средний коэффициент 500 для таймера. То есть таймер это у нас происходит по прерыванию. И вот этот блок отвечает за отсчет времени в секундах. Каждый раз заходим, прибавляем переменную. Если эта переменная стала равна некоторому значению, к примеру 500, то делаем вывод, что прошла 1 секунда. И переменную таймсек прибавляем. Сбрасываем эту переменную и снова бегаем здесь. Еще раз повторюсь, основная проблема в данном приборе это то, что мы не знаем нашу частоту тактирования. Так как используется встроенный RC генератор, а не внешне стабильный кварцевый. И также этот генератор мы разгоняем программно до более высокой частоты. Поэтому частота тактирования и соответственно частота прерывания нам неизвестна. Этот коэффициент, вот эту переменную мы и настраиваем. Очистили. Заходим сюда. Что у нас тут? На первую строчку выводим переменную таймсек, текущее время, что он там насчитал. Во вторую строчку выводим значение данного коэффициента. Ну и как я и говорил, расширяя ручку энкодера, регулируем коэффициент. Коротким нажатием на ручку энкодера сбрасываем таймер в ноль. При удержании кнопки более 1 секунды, выходим из этого цикла и записываем в соответствующую ячейку EEPROM наш полученный коэффициент. Основная программа, соответственно, также претерпела некоторые изменения. Удалена процедура калибровки для освобождения мест. Здесь все по умолчанию я рассматривал в предыдущем видео. При включении питания загружаем из EEPROM коэффициент для расчета тока и коэффициент таймера. Включаем прерывание и основной цикл. Работа с шимом и вывод на дисплей полученных данных. Энкодер, что у нас здесь добавлен, включен вот этот вот самый таймер. Отчитывает время в секундах. Вращение энкодера. Отсюда удалены долгие нажатия для калибровки. Остались вот только короткое и длинное более 1 секунды нажатия. Короткое у нас меняет либо какие-то режимы, либо при работе в режиме электронной нагрузки меняет разрешение. Изменение тока это 1 мА либо 100 мА. И длинное нажатие это смена режима. При включении питания мы в режиме электронной нагрузки. Удержим кнопку энкодера более 1 секунды нажатой. Отпускаем и включается режим тестирования аккумуляторов. Закончили тестирование, можем опять удержать более 1 секунды и перейдем в режим электронной нагрузки. Установка шим. Здесь у нас происходит вся работа, все расчеты. Это измерение выходного напряжения, выходного тока. Расчет мощности. Расчет необходимого управления вентилятором. Это пока у меня не реализовано в железе. И здесь сколько у нас режимов? По факту 2 режима. Это вот электронная нагрузка, рассматривал в предыдущем видео. И второй режим это тестирование аккумуляторов. При заходе сюда в менюшке первый раз, как я показывал в железе, при заходе в этот режим на дисплее отображается порог напряжения, до которого мы тестируем аккумулятор, допустим 3,2 вольта. При первом включении он считывает это значение из EEPROM, какие параметры мы измеряли ранее, и затем уже его отображает на дисплее. При необходимости мы его можем изменить. Короткое нажатие на ручку энкодера, переходим в следующую менюшку. Здесь мы то же самое делаем с током разряда аккумулятора. Сначала он считывается из EEPROM, последнее измерение, и затем мы его можем изменить. Нажимаем на ручку энкодера. Новые значения тока и нижнего напряжения записываются в EEPROM. Менялись они там, не менялись, без разницы. Каждый раз они будут записываться в свои ячейки EEPROM. Ресурса ячеек, я думаю, должно хватить на очень долгие годы. Записалось и само переходит уже в режим тестирования аккумулятора. Здесь расчет у нас времени. Соответственно секунды делим на 3600, получаем время в часах. И емкость равна ток тестирования на время в часах. Здесь происходит набор необходимого тока нагрузки, причем происходит это довольно быстро. Меньше одной секунды это точно. И последнее условие, если напряжение стало меньше заданного предела, то прекращаем измерения и выводим данные на дисплей. Последний макрос это на дисплей. Соответственно в режиме работы электронной нагрузки. Все как было раньше. В режиме тестирования аккумуляторов. Вначале на дисплей выводится нижнее напряжение, затем ток тестирования. Здесь ничего там, сохранение в EEPROM. Тут в процессе тестирования выводится, что у нас ток, напряжение, емкость и время текущее. И когда напряжение упало меньше заданного предела, сообщение TestComplete и выводит, какую в результате емкость за какое время мы получили. Такая программка. При компиляции получаем почти 7 килобайт памяти. Продолжение следует...